Сегодня, братья и сёстры, мы с вами слышали одно из самых кратких евангельских зачалок. Всего три стиха, но в них изложен смысл, в них вложен особый настрой и путь для каждого человека, который хочет спастись верой в Господа Иисуса Христа. Как вы обратили внимание, возможны даже такие невероятные чудеса, когда именем Христовым изгоняют бесов, исцеляют больных, но тем не менее в Царство Небесное не входят, потому что делали они это, не будучи праведными, не будучи исполняющими Божий закон, Бога Отца. И вот для того, чтобы лучше понять этот контраст между призыванием именем имени Господня и настоящего исполнения того, что для каждого из нас дано в виде и нашей жизни, нашего креста и нашей судьбы, мне хотелось бы древнюю притчу привести в пример. Умирает человек и на суд Божий поставляется. И начинает говорить, что я постился, как ты это заповедовал. А Бог ему отвечает, а какой смысл в посте? Я есть дух, и для меня твой пост, он ничего не значит. Я молился тебе, я Всеблаженный и Вечный, мне молитва твоя ничего не прибавляет. Я делал добрые дела, подавал милостыню, посещал заключенных, старался помогать больным. Вы смертные, вы болеете, садитесь в тюрьму, и прочие с вами случаются неприятности и проблемы. Какое ты отношение имеет ко мне? И тогда уже человек, точнее сказать, его душа, его сущность человеческая, его личность, почти в отчаянии вызывает, Господи, но я это делал ради Тебя. А вот это единственное, что ценно, говорит Господь. То есть, ценно то, что делается ради Христа, а не само по себе. Потому что есть люди, которые воздержаны в пище, есть люди, которые занимаются медитацией, есть люди, которые занимаются благотворительностью, но делают они это ради определенных мотивов, иногда материальных, иногда и душевных, но тем не менее, не ради Бога. И им это в праведность вряд ли на страшном суде будет вменено. А вот тот человек, который делает хотя бы малость по своим скудным силам, но ради Христа, не имея других причин для поступка, а именно ради Бога, вот для этого человека его даже самое малое дело вмениться в праведность. Будем все об этом помнить, несмотря на сегодняшнее евангельское краткое зачало, в сердце его будем хранить как великое сокровище. Потому что именно сознание с мотивацией, вот ради чего я поступаю так или иначе, в результате будет самым главным критерием на страшном суде для каждого из нас. Причастников от всей души поздравляю с принятием Святых Христовых Тайд, те, кто очистил совесть покаянием, с очищением совести. Спасибо Господи. Пожалуйста, к Христу подходите.